Год был не таким, как все, и не только для Алтая. Лейтмотив доклада Виктора Томенко. Губернатор еще раз поблагодарил медработников за спасение жизни во время пандемии. Подчеркнул, что многие сферы пострадали, но федеральная поддержка в 2020-м возросла. Организации наиболее пострадавших секторов экономики получили поддержку в виде прямых субсидий на заработную плату, отсрочки уплаты налоговых платежей, кредитные ресурсы, которые отслуживались по минимальной ставке. Значительная помощь была оказана непосредственно нашим гражданам, особенно семьям с детьми, в виде единовременных и ежемесячных выплат для детей разного возраста. Из минусов ковидного года – проседание общепита и розничной торговли. Пострадал агропромышленный сектор туризм. Многие объекты ЖКХ, изношенные отрасли, требуют вложений. В плюсе за прошедший год, по замечанию Томенко, строители. Объемы промпроизводства на уровне 2019 года, значительные вложения в социальную сферу. Выросла средняя зарплата жителей края и составила почти 30 тысяч рублей. Одна из главных задач на этот год – рост зарплат муниципальных служащих на 15% и финансовая помощь для газификации жилья. Мы рассматриваем возможности увеличения материальной помощи социально не обеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу. И я сегодня, пользуясь этой возможностью, с этой трибуны поручаю правительству, органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении. В этом году начнут решать проблему транспортной недоступности сел. Районы получат 300 миллионов на покупку автобусов, еще 30 – на поддержку торговли в отдаленных пунктах. Позитивный настрой губернатора разделили не все фракции. Справедливоросы с замечаниями отчет поддержали, а вот представителей КПРФ и ЛДПР – нет. И мы с вами знаем те регионы, в которые приезжают, и знаем те регионы, из которых уезжают. И нам, фракция, очень бы хотела, чтобы Алтайский край был тем регионом, в который приезжают. Потому что если мы ситуацию не изменим, то фактически Алтайский край, он обречен. Но плюсы ковидного года тоже никто не отменял, и о них сегодня открыто говорили. Ну и в целом, социальная сфера работает, ни одна соцпрограмма не остановлена, все программы, госпрограммы поддержки работают, бизнес не остановил, развивается, даже со всеми ключами, которые были. Мы видим, что в край приходят деньги, приходят средства федерального бюджета, высвобождается средство от обслуживания дорог, трасса переведена серьезно на федеральный уровень, а это значит, больше средств останется на обслуживание наших региональных дорог, и улучшится качество жизни наших людей. За три года наш краевой бюджет со 100 миллиардов рублей вырос практически до 160 миллиардов рублей, а в 2021 году мы направили уже в органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически более 40 миллиардов рублей. Это беспрецедентная цифра, которой в принципе в истории Алтайского края как никогда не было. По итогу отчет поддержали 47 человек, лишь 10 оказались против. Один воздержался, один не голосовал. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.